Добрый день, уважаемые горожане! Продолжаем информирование вас в ежедневном режиме и даю вам информацию на сегодня, 15 апреля 2020 года. На сегодняшнее утро у нас с вами подтвержденных 13 случаев заболеваний и еще 7 находятся на верификации, то есть на подтверждении в Нижнем Новгороде. При этом мы с вами понимаем, что эти цифры, 13 подтвержденных и еще 7 в общей сложности, 20 случаев, это та заболеваемость, которая у нас лабораторно подтверждена на территории нашего города. При этом лабораторные обследования контактных мы продолжаем. У нас на сегодняшний день остаются под наблюдением также, как и вчера, 127 человек. Это лица контактные, так или иначе, вот с данными заболевшими. Из заболевших пятеро находятся на госпитализации. Состояние всех 20 больных протекает в легкой и средне-тяжелой форме. Сегодня будет решаться вопрос о дополнительных лабораторных обследованиях, о госпитализации тех, кто потребует этого метода лечения. И в целом ситуация продолжает сохраняться такая же, как и была на вчерашний день. То есть по эпидемиологическому анализу мы видим, что основные заражения произошли по очень близким контактам. Четыре контакта произошло по месту работы и 16 оставшихся – это контакты в семейных очагах и по месту жительства. Таким образом, мы продолжаем меры по дезинфекции тех подъездов, где у нас есть заболевшие. А я напоминаю, что из 20 человек 15 продолжают лечение на дому. И продолжаем следить за контактными, как за их медицинским, за их состоянием здоровья, так и за соблюдением ими мер, вынужденные уже в данном случае принудительной, изоляции, то есть карантина на дому. В этой части мы нашли взаимопонимание с нашей полицией. Они усилят меры контроля и будут появляться у контактных лиц в любое время дня с тем, чтобы проверить, что на самом деле лица находятся на изоляции. К нам вчера поступала информация о том, что те или иные лица в настоящее время находятся в разных местах города. Эта информация проверяется полицией. И если будут случаи нарушений, то, конечно, мы их будем пресекать и в том числе накладывать, полиция будет накладывать административные взыскания. Уголовная ответственность, уголовная ответственность лежит на тех, кто, зная о том, что он болен, распространяет тем или иным способом свое заболевание. На контактных лежит административная ответственность на том, что они не имеют права покидать место своей самоизоляции или место карантина, определенного им постановлением. Все остальное лежит на нашей совести и самодисциплине. И осуждать их в средствах массовой информации и этого никто не будет делать. А в социальных сетях я предлагаю прекратить практику осуждений. Я хочу отметить, что эта заболеваемость, цифра которой я огласила, входит у нас в сводку Нижнего Новгорода. Если мы смотрим с вами на официальные сайты по коронавирусной инфекции в мире и в России, то вот на сегодняшнее утро по Нижнему Новгороду 292 случая подтвержденных заболеваний. Это в том числе и те наши заболевшие по городу Сарову. Отдельно по городу Сарову никто выставлять, еще раз хочу вам сказать, потому что много очень вопросов в этой части не будет. В целом идут цифры по области. При этом по области увеличилось количество районов, где обнаружены инфицированные новым коронавирусом. Их уже на сегодняшний день более 10 таких районов. И на подтверждение еще из нескольких районов находятся анализы в Нижнем Новгороде. В связи с этим Нижний Новгород, губернатор и оперативный штаб при Глебе Никитине утвердили на сегодняшний день, вернее с сегодняшнего дня, что не будут действовать никакие бумажные носители, справки и иные подтверждающие документы о праве передвижения по Нижегородской области. И вводится только одна единственная система, это получение QR-кода на сайте, которое сформировало и открыло правительство Нижегородской области nncard.ru. На этом портале человек или организация имеет право получить QR-код на выход из дома, на маршруты передвижения по Нижегородской области, которые действуют в течение одного календарного дня. И эти же правила действовать будут и для наших жителей, которые приезжают в город с территории Нижегородской области. Еще раз напоминаю, единственный способ это получение QR-кода, который в свою очередь выдается на основании большой базы данных, в которую внесены лица больные, контактные с заболевшими, а также лица, которые вернулись из неблагополучных районов. На сегодняшний день неблагополучными районами продолжают оставаться Москва и Московская область. Из более 18 тысяч, уже, наверное, не 18, а больше по всей России, у нас, из 21, наверное, тысячи заболевших по России, у нас практически 15 тысяч приходится на Москву и Московскую область. Это самый неблагополучный район. Но рассматривается в том числе и Санкт-Петербург. Из этих районов лица, пребывающие на любые территории Российской Федерации, ну, будем говорить про нас, нам это ближе и понятней, обязательно должны садиться на 14-дневную самоизоляцию. Не все люди это понимают, не все люди это соблюдают, но они должны понимать, что если, вот как раз возвращаемся к вопросу ответственности, административной как минимум, уголовной как максимум, ответственности о том, что если потом они заболеют или заболеют заразившихся от них иные лица, они будут нести ответственность, потому что они знают, что вернулись из Москвы и Московской области. Мы сейчас с этими списками лиц, теми списками, которые у нас есть в нашем доступе, вернувшихся из Москвы и Московской области, начинаем делить на категории, смотрим в первую очередь группы риска. Я думаю, что всем еще раз будет не лишний напомнить, что если вы вернулись из неблагополучного района, или если вы проездом были в неблагополучном районе, то имеет смысл наиболее внимательно относиться к здоровью своему и лиц вместе с вами проживающих, и при наличии каких-либо симптомов заболеваний вызывать врача на дом, с тем, чтобы в том числе и совместно с оказанием медицинской помощи мы могли взять у вас анализ на коронавирусную инфекцию. Хочу обрадовать наших горожан, что те огромное количество анализов, которые сейчас выполняются уже двумя лабораториями, лабораториями Центра гигиены и эпидемиологии и лабораторией клинической больницы номер 50, показали, что среди огромного количества контактов по месту работы заболевших не обнаружено у нас случаев заболеваний. В первую очередь у нас проверены медики, которые по долгу своей работы берут анализы, выезжают в очаги, оказывают помощь на дому, оказывают помощь в условиях стационара, работники скорой помощи, наши сотрудники межрегионального управления, которые также выезжают в эти очаги, вручают постановления, общаются, выясняют, проводят расследования, выясняют новых контактных лиц, лица из городского оперативного штаба, которые так или иначе общались или могли общаться по месту ли жительства, по месту ли работы. На сегодняшний день у них у всех анализы отрицательные. И еще раз повторюсь, вот в эти 20 человек у нас входят лица, где цепочки распространения в основном прошли по семейным очагам, по месту жительства, по месту совместного проживания и по месту жительства в очагах. В связи с этим мы в ежедневном режиме продолжаем дезинфекцию подъездов, там, где у нас есть больные коронавирусные инфекции, и лица, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией. Дезинфекция проводится. Тем не менее, мы следим внимательно за всем подъездом. Еще раз хочу напомнить, что если есть хоть какие-то признаки заболеваний, мы обязательно этих людей обследуем, еще раз посмотрим. И еще раз напоминаем, что лицам, проживающим в неблагополучных вот таких подъездах, нужно, да, собственно, всем лицам, потому что мы понимаем, что основные места заражений могут быть и в магазинах, и в аптеках, и на путях следования людей. Поэтому всем нужно продолжать меры профилактики. Здесь же я хочу еще сказать, отметить еще как один положительный факт, что теперь, когда уже прекратились приезды лиц из-за рубежа, очень отрадно отметить, что система сработала очень хорошо. Во-первых, большинство людей, ну, 99%, соблюдали режим самоизоляции, вернувшихся из-за рубежа. Те, у кого появлялись признаки, они были обследованы. На сегодняшний день все они уже сняты с учета, у них дважды отрицательные результаты. Также, как положительные, хочу отметить, что очень хорошо работает взаимосвязь между Роспотребнадзорами разных территорий. Мы общаемся со всеми нашими коллегами в сопредельных территориях. Рязанская область, ну, Нижегородская наша область, конечно же, там свой Роспотребнадзор с Мордовией. Давайте пройдемся по цифрам, чтобы понимать, что нас окружает. Рязанская область на сегодняшнее утро – 116 больных подтвержденных. Мордовия – 71 человек больной подтвержденный. Ну, и Нижегородскую область я уже называла – 292 подтвержденных больных. При этом по анализу районов, где встречаются эти заболевания, мы понимаем, что заболеваемость уже, как хлеб по куску масла, ровно распределен, и фактически все регионы в той или иной мере у нас загрязнены и заражены. Поэтому всем нашим горожанам, выезжающим за пределы нашего города на свои дачи и огороды, еще раз хочу предупредить, что ездим на своем личном транспорте, не заезжаем в населенные пункты и находимся на дачах в режиме изоляции, для того, чтобы не заразиться еще и на этих территориях. Хочу отметить, что и на сопредельных территориях также заболевания в настоящее время проходят в легких и средне-тяжелых формах. Правда, есть некоторое количество у нас умерших по, ну, 4 человека у нас умерших в Нижнем Новгороде с коронавирусной инфекцией, и есть смертельный случай во Владимирской области. Но в целом, вот на сегодняшний день сильно тяжелых заболевших нет. Более того, увеличивается количество лиц с малосимптомным и бессимптомным течением заболевания. Для всех это признак хороший. Единственное опасение здесь может возникать, логика у всех людей одинаково работает, и многие говорят, ну, как же так, раз бессимптомно, значит, он бессимптомно может ходить и заражать. Да, теоретически это возможно. Но хочу еще раз отметить, что именно большое количество уже бессимптомных случаев говорит, во-первых, о факте восприимчивости людей, да, их иммунитете, их возможности переносить это заболевание. И будем надеяться, что это как раз та часть населения, которая, возможно, будет нам давать возможность, во-первых, следить за этим заболеванием более внимательно, потому что мы все равно у всех контактных анализа берем, самим им переживать это достаточно легко, койки не занимать. Ну и в целом то, к чему мы стремились, вот эта общая стратегия государства, кстати, не только нашего, по этому пути пошли многие государства в мире. И именно такова была стратегия. Вот эти все меры разобщения растянуть во времени эпидемический процесс, снизить количество тяжелых болезней, а следовательно и смертность, при этом, возможно, увеличивая долю как раз малосимптомных и бессимптомного течения. То есть это тоже на самом деле положительный в целом, как для эпидемического процесса, показатель. Следующий момент, на котором я хотела бы остановиться, это работа с лицами из Москвы, Медицинской области и Санкт-Петербурга. Что еще добавлено в этой части? Подготовлены памятки, которые мы хотим распространять этим лицам, с тем, чтобы они знали. Но давайте, кроме памяток, еще раз будем говорить об этом и в нашем информировании. Значит, всем лицам, вернувшимся из неблагополучных районов, следует следить внимательно за своим здоровьем и при любых случаях заболеваний вызывать врача на дом и обязательно проходить лабораторное обследование. Это раз. Второе. Нужно сообщать о себе и заполнять опросные листы на нашей горячей линии городской по телефону 97777. Это второе. И третье. Находясь дома на самоизоляции или на даче, неважно, в любых условиях, внимательно следить за теми, с кем вы живете. Не допускать близких контактов с престарелыми людьми, с людьми с сопутствующей патологией, с детьми. Я напоминаю, я вчера уже говорила, у нас уже есть из 20 этих случаев один случай заболеваний у ребенка. Это, конечно, оплошность, я считаю, родителей, которые допускали такие контакты. Но тем не менее, значит, следим за всеми. И за детьми, и за пожилыми. И при любых случаях заболеваний никуда их не ведем. Вызываем врача на дом. И еще я хотела бы сказать, что в целом все-таки на сегодняшний день мы имеем из 20 человек 19 инфицированных. Это те лица, которые связаны с одной цепочкой распространения. И только один человек у нас отдельно, как отдельный очаг. Он нас успокаивает, этот очаг, только тем, что у заболевшего лица практически нет выходов из дома. Он не работает, не общается ни с кем, к нему никто не приходит. И мы за этим будем дальше следить. И надеемся, что цепочек из второго очага не пойдет. В свою очередь он, ну, я, говоря он, никогда не имею в виду пол. Это я всех так называю больной он. И не важно, какого он возраста и какого пола. Значит, и этот он больной один, который стоит отдельным очагом, я думаю, что в свою очередь мог заразиться также от лица вернувшегося из Московской области, который, возможно, не сам, потому что сам он показывает отрицательные результаты, а через предметы обихода, через вещи, багаж, который привезли, мог чисто контактным путем заразиться. Если на этом все закончится, это будет самый благоприятный для нас исход. А если все мы с вами будем меньше контактировать, то вообще будем надеяться, что наших очагов будет крайне мало. И распространение, они вот по цепочке, вот как у нас первые с количеством 19 человек, такого, дай бог, уже не будет. Я всем желаю здоровья, и по-прежнему мы готовы отвечать на ваши вопросы по телефону 793-28 в рабочем режиме. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok